Прячем эмоции, не можем наладить контакт с окружающими, замыкаемся в себе, надеваем маску. Снять ее, лучше понимать себя и других людей, проработать свои проблемы с опытным психологом предлагают в молодежном центре. Там стартует проект «Цикл психолого-профилактических игр за маской» победитель конкурса микрогрантов от Росмолодежь Гранты. Наш проект включает в себя психологические тренинги. Они направлены на то, чтобы повысить коммуникативные навыки молодежи, развить эмоциональный и социальный интеллект. Также молодые люди смогут повысить самооценку и найти новых друзей. Главная фишка проекта – это игра за маской, построенная по типу популярной игры «Мафия», благодаря которой молодые люди смогут рассмотреть различные альтернативы развития событий в сложных жизненных ситуациях, определиться с правильностью выбора. Итак, нам пришла идея воспользоваться популярной игрой «Мафия», но ее немного аккумулировать под наши профилактические, так скажем, запросы. А именно мы хотели разработать проект, направленный на профилактику девиантного поведения среди молодежи или противоправного поведения среди молодежи от 16 до 20 лет. 16-20 лет – один из самых трудных периодов в жизни человека, считают организаторы. Эмоциональная незрелость, период формирования жизненных целей и мировоззрения, самоопределение себя в этом мире. Важно помочь молодым людям понять их и услышать. В этом возрасте еще не всегда сформированы какие-то ценности жизненные. И часто молодые люди находятся на пограничном состоянии между тем, например, как нарушить закон или идти по пути закона. То есть иногда ты вроде как и не хочешь его нарушить, но так вот получается, так складываются обстоятельства. Потому что часто бывают рядом люди, которые тебя, например, провоцируют на совершение какого-то противоправного действия. Всего планируют набирать три группы. Каждая будет заниматься три месяца. Сейчас идет набор участников от 16 до 20 лет в первую группу. Первая встреча в рамках проекта состоится 11 октября в 16 часов. Записаться можно по номеру 99 313. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.